Очень классный челлендж с Кока-Колой в формочках для льда. Я думаю, Марин, что мы обязательно должны с тобой поучаствовать. Ну, может быть, давай присоединимся. Ну, а мы продолжаем программу «Наше утро». Несмотря на то, что сейчас из-за введенных ограничений городские парки закрыты и гулять там нельзя, мы все-таки надеемся, что совсем скоро эти ограничения снимут, и мы вернемся в наши любимые места и будем прогуливаться, наслаждаться внешним видом парков. И чтобы принять горожан во всей красе, после снятия режима самоизоляции в парке Гагарина очень активно ведутся работы. А вот какие об этом подробно нам расскажет Ольга Сырейщикова, руководитель культурно-творческого отдела парка имени Гагарина. Ольга с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ольга, скажите, пожалуйста, вот обновления сейчас какие-то идут, или вы просто готовите стандартную подготовку, чтобы принять жителей города? Да, это, скорее всего, стандартная работа, как и обработка, да, там определенная дезинфекция, корицидная обработка. Также это стандартная вещь, как подкраска арт-объектов, ну и визуальная просто работа с парком. Скажите, Ольга, в парке есть детская зона и взрослая зона, мы говорим про зону аттракционов. И давайте поговорим о детской зоне. Все ли там готово для того, чтобы принять малышню? Да, аттракционы прошли проверку, какие-то визуальные там работы, да, прошли с ними. Поэтому они готовы к рабочим, ждем, когда нас откроют. Ольга, скажите, пожалуйста, вот то, что касается взрослых аттракционов. В прошлом году там демонтировали некоторые карусели, вот в этом году, если вы говорите, что идет просто стандартная обработка, там ничего не будет? Будет пустое пространство или все-таки что-то появится? Пока не можем сказать, потому что такой нет информации. Мы сами аттракционы поставить, к сожалению, не можем, поэтому как только появится возможность, они будут. Чтобы предотвратить распространение заболевания, будут ли введены какие-то дополнительные ограничения? Быть может, на скамейках необходимо будет сидеть только на разных концах? Или как вообще пар Гагарина подходит к этому вопросу? Ну, подходим, я повторюсь, да, что в парке проходила также дезинфекция, какая-то обработка. Я думаю, она будет проходить после снятия карантина. Но то, что сидеть в метре друг от друга, ну, я сомневаюсь, что посетители смогут это соблюдать. Поэтому дезинфекция – это все, что, наверное, мы сможем позволить. Может быть, вы ожидаете, что хлынет огромное количество людей в парк, как только снимут введенные ограничения? И вообще, к чему готовится парк Гагарина? Парк Гагарина готовится к приему посетителей, которые хотят в нем гулять. Вот и все. Много ли посетителей? Как вы думаете, захочется отправиться? Ну, с учетом того, что они уже заходят на территорию, грубо говоря, проходят, да, закрытые пространства и хотят гулять в парке. Поэтому я думаю, что народ хлынет, и мы ждем, мы готовим парк. Ежедневно проходит уборка, чтобы парк был чистый, красивый, ухоженный для встречи своих гостей. Ольга, спасибо вам большое. Мы тоже надеемся, что скоро введенные ограничительные меры снимут, и все мы там с удовольствием погуляем в парке. А я напомню, что мы беседовали с Ольгой Сырейщиковой, руководителем культурно-творческого отдела парка имени Гагарина. Далее рубрика под названием «Руки не для скуки». В сегодняшнем выпуске мы расскажем, как в быту можно применить крышки для консервации.